Всем привет, ребята, с вами Букреви, сегодня у нас распаковочка. А дохрена посылочек, всё будет очень весело, сочно, но... Может быть не видно, но я сейчас очень расстроенный. Я очень расстроенный и очень подстриженный, вы это видите, что я сейчас лысенький. А дальше я видео буду волосатенький, даже чуть-чуть здесь волосков будет видно. А знаете, ребят, почему? Тоже срадая флешка заглючена и заглючили первые три кусочка видео. Это очень печально, потому что я некоторые посылки уже открыл, уже всё убрал, упаковки выкинул, потом пытаюсь запустить эти кусочки, они не работают. Ребят, пожалуйста, пожалуйста, поддержите меня лайком, потому что я не знаю, ну серьёзно, ну очень обидно. И первые там несколько посылок будут уже открытые, но зато моё мнение о них уже будет более широкое, потому что некоторыми товарами я уже даже успел попользоваться. Так что в какой-то степени это и плюс и минус. Ребят, смотрите этот видос внимательно, потому что первое, в этом видосе я вам расскажу про купон на 4 долларов. Купон 4 бакса вам даёт на покупку от 5 баксов. Этот купон может многим пригодиться, смотрите видос внимательно. И ещё в этом видосе будет конкурс с очень простыми условиями. Но обязательно поучаствуйте, потому что это очень просто и можно выиграть на халяву классный девайс от нашего спонсора. Погнали! И первое, что у нас сегодня попадает на обзор, это Wild. Это, короче, китайская, самая популярная в Китае подсистема. Это система, типа, это, понимаете, это типа как вейп нового поколения, да? То есть, что нужно вейперам, чтобы вейпить? Это взять вейп, взять какую-то херню, туда залить, проволоку смешать. Кому это надо, солнышке? Никому не надо. Поэтому создали подсистемы. Это вот такие маленькие штучки, смотрите. Это, кстати, подсистема, самая популярная в Китае. Они скоро заходят на наш рынок. Будут его взрывать, потому что, ну вы знаете, цена-качество в Китае реально всегда чётенькая. То есть, вот такая штучка, и вы к ней уже покупаете картриджи. Вот, смотрите, они идут в такой упаковочке, как таблетки, да? Один картридж я уже в видео когда-то снимал, вскрыл, да? Вот так, раз, два, всё. И готово, да? То есть, ты такой... Потом здесь жижаба закончилась. По сути, здесь та же жидкость, залитая как в вейпах. Я надеюсь, вам видно, да, что там есть вот жижаба какая-то. Надеюсь, видно. Вот, она тоже бывает разных вкусов, с разным содержанием никотина. Понимаете, вроде бы в этом как бы есть и плюсы, и минусы. Я вообще курить никому не рекомендую вообще начинать ничего. Ни сигареты, ни вейпать, в этом ничего нет хорошего. Но какие плюсы я, например, вижу в такой фигне? Первое, для себя, как для некурильщика, я вообще не курю, вот эти люди не так воняют. Ну, реально, если ты идёшь за человеком, который обычную сишку тянет, блин, шумон реально на метров в пять. Ну, серьёзно. Особенно, если ты не куришь, то очень чувствуется. Второе, я вот не знаю, пассивное, пассивное курение здесь есть такой фактор, да? Потому что говорят, что обычные сигареты, когда курят рядом с тобой, пассивное курение ещё вреднее. Там же вот эта смола и вся вот эта дичь. Напишите в комментах, знаете вы или нет, пассивное курение вот этой штуки, оно вредное или не вредное, да? Если я там стою рядом с человеком, который курит и тоже как-то это всё вдыхаю. Третий как бы плюс, что некоторые люди бросают с помощью таких штук курить. Они плавно понижают никотин, да, дозу никотина. И потом его вообще выводят уже, просто безникотиновые штучки, жижки и вот эти вот, я не знаю, эти картриджи покупают. Но есть и минусы, как по мне, да, вот смотрите, дети, да? Для детей наоборот легче подсадить на никотин с помощью такой штуки, потому что, ну, она сладенькая, то есть она не какая-то ядрёная, она не гадкая, да? Здесь вообще какой-то грейпфрут, оно приятненькое. Смотрите, никаких кнопок, ничего даже не нужно нажимать, ты типа в садку и всё. Вот я не курящий, и оно вообще не мерзкое, оно приятное. То есть, как вы понимаете, плюс-минус. Напишите в комментариях ваше отношение вот к таким системам, подсистемы, по-моему, правильно называется. Но этот вот бренд Wild, у них, а, кстати, здесь же, я не показал вам, здесь красивый Type-C шнур внутри, понимаете? Реально, он, кстати, качественный, на ощупь очень хороший, я не знаю, является ли это каким-то важным достоинством, но я прям обратил внимание. Ну и, в общем, коробочка, упаковка, всё огонь. Короче, скоро будет выходить на рынок СНГ Wild и разрывать всех, это китайский, в Китае популярный бренд. Розыгрыш-конкурс, друзья, у нас есть классные товарищи, наши спонсоры, Inkbird. Это ребята, которые производят всякие термометрии, всевозможные измерительные приборы. Они уже нам присылали на тест термометрии и всё такое. Но сегодня в этом видео есть возможность выиграть такой девайс или вот такой девайс. Они стоят, ребят, реально нормально. И знаете, ребята, что Inkbird просит, чтобы мы сделали, чтобы это разыграть? Ничего! Они просто дали нам эти девайсы. Ничего, мы сами придумываем условия. Поэтому они будут максимально простыми. Что нужно сделать? Первое, ребятки, поставить лайк этому видео. Второе, написать что-нибудь смешное, почему вам нужен термометр Inkbird. Не знаю, какую-нибудь забавную хрень, чтобы мерить среднюю температуру тортика в холодильнике. Не знаю, вот что вы придумаете. Всё, ребят, спасибо большое, Inkbird, что они нас подогревают такими конкурсами, где не нужно ни на какие группы подписываться, ничего делать не нужно. Просто участвуйте и всё. Ну и если вам нужны термометры, ссылочка на их магазин будет обязательно под видео. Смотрите, выбирайте. Реально профессиональные, классные девайсы. А победителя мы выберем, ребята, через неделю в моём инстаграм-сторис. Да, я прошлый конкурс Inkbird затупил. Реально затупил. Мне уведомлялка не пришла, короче, на смартфон. Что-то я не знаю, или я её не поставил. Я реально провтыкал с датами, но в этот раз всё будет чётенько. Через неделю в моём инстаграме в сторис результаты по Inkbird рандомно выберем победителей. Идём дальше, ребята, следующее. Бам, огромная посылка. Я её, да, мастерски очень легко закинул себе на голову, можно так сказать. Ребят, на самом деле об этой штуке я мечтал давно. Я эту штуку уже потестил, то есть я уже буду чуть-чуть шире сейчас рассказывать. О этой штуковине. Это пылесос. Блин, ну не спешите кидать камнями. Ну реально, эта вещь очень клёвая, полезная. Я сейчас расскажу, почему. Эть! И это, ребят, не просто пылесос. Это сяомишный пылесос Dream что-то там. Девять. Это основной конкурент Дайсона, да, дорогущего, который там почти штуку баксов стоит. Этот стоит 250-300 долларов он стоит. Я вам хочу сказать, что эта вещь охеренная. Смотрите, рассказываю по фактам. Сразу, даже вот не открывая коробку, вот, ну почему есть смысл обращать внимание на такие пылесосы, почему их на рынке появилось очень много. Они очень удобные, они портативные. То есть у меня дома есть классический пылесос, но я, например, на кухне что-то там хлеб резал, крошки рассыпал. И мне идти пылесос, доставать, тянуть шнур, включить, чтобы пропылесосить, нет. Нет, здесь очень удобная, очень удобная держалка, которую вы на стену повесили. Два контакта, пылесос засунули, он заряжается, всё. Плюс, если не хотите вешать на стену, на сяомишном, кстати, на нём есть вот этот разъём отдельный, можно не вешать. Я, например, не вешу, съёмное жильё, ну, я вот так заряжаю. То есть он у вас где-то рядом висит, вы его таки взяли, раз и пропылесосили, то есть у вас, по сути, грязь не накапливается. Вы видели какую-то грязь, раз взяли пылесос, попылесос очень быстро. Это удобно, не нужно никакие мероприятия разворачивать. Плюс вы пылесосите локально, то есть если робот-пылесос, вы включите, он начнёт мониторить, везде ездить. Раз, локально убрали. Например, я, вы знаете, моё отношение к роботам-пылесосам, они классные, у них тоже есть своё применение, но мне неудобно, потому что вот у меня на полу куча проводов, куча целлофанок валяется. Робот-пылесос сойдёт с ума, просто сойдёт с ума, он будет всё это врезаться, всё это путать и так далее. А это я могу, не убирая проводов, взять и пропылесосить грязь какую-то. Вокруг пыль, что нападала. Это очень удобно, ребят, и я давно ищу свой вот такой пылесос, который хочу. Хотел попробовать Dyson, он очень дорогой. И вот до меня дошёлся у Мишны, я его уже пару дней потестил, я просто, ну реально, я очень доволен. У него долгий аккумулятор, он реально долго пылесосит на втором режиме. Так, смотрите, в коробке, опа! А пылесос где, бля? Где лопата, Букреев? Лопата где? Ля, украли, ребята, украли. Я распаковал его уже, я уже вам говорил, я уже пожаловался. Ну упаковка классная, много пенопласта, ничего с ним совершенно не случится, в двойной упаковке идёт, продавец огненный вообще. Давайте по чуть-чуть смотреть на сам пылесос, я его реально уже использовал. Во-первых, вот давайте, хорошо, чтобы я бы не облизывал из минусов. Я когда первый раз вот эту штуку, здесь видите, есть кнопка, чтобы этот бачок открыть, кстати, похож он же на Dyson, он очень похож, да, ребят? Вот эта кнопка, я такой подошёл к урне, нажимаю вот так, ой, бля, и короче, у меня полетело всё вокруг. Ну, аккуратно нужно открывать, чтобы высыпать вот этот быстрый мусор, да, то есть, ну, он может так реально хорошенько пойти. Так, давайте здесь заодно, о-о-о, трампелюка. Плюсом здесь является циклонный фильтр, да, то есть, смотрите, здесь сначала идёт циклон, вот реально, да, ну, то есть, вы понимаете. А дальше идёт уже вот сверху, очень легко достаётся, меняется вот такой бумажный фильтр. На пылесосах пайпа, которыми я сейчас пользуюсь, которых у меня два, кстати, очень удобно. Один там на кухне стоит, один там, то есть, ну, удобно реально загрязни, потому что, во-первых, его не хватит на всю квартиру, ну, пайпа. Этот я ещё не пробовал на всю квартиру. У него и бак как бы небольшой у пайпа, вот, и поэтому их два дома вот так, просто на 100 квадратов с головой, и не нужно ходить за ним никуда. Этот вроде бы работает подольше, этот вроде бы работает подольше, но у пайпа, я за фильтр говорил, у него напрямую через фильтр все потоки идут, то есть, этот фильтр, он является основным. На вот эту штуку там налипает вся грязь, вся грязь, эти фильтры, их нужно менять часто. А здесь циклон задерживает основную грязь, основные волосы и всё-всё-всё-всё остальное пыль. Это просто охеренно, это сразу чувствуется супер круто, это циклон, must have, циклон моется водой, его можно прям хорошо. Хорошо от пыли помыть, а вот этот, естественно, водой не моется, он бумажный, блин. Дальше режимы работы, так, пропылесосим, пропылесосим. Режимы работы, здесь есть типа это на макс, а, кстати, это на максимальный. Вот этот режим обычный, он, кстати, не громкий, относительно других пылесосов. Это минимальный, ну, что-то мелкое может, это максимальный, на нём он долго не работает. Окей, вот этот блок, вот этот блок, я сейчас, когда уже буду пылесосить, расскажу насчёт удобства. Ну, там, как бы, тоже не всё гладко, может, с непривычки, но сейчас расскажу. Что нам к этому блоку нужно, это щётка. Здесь щётка тоже, как в Dyson и так далее. Ну, китайцы могут посмотреть, сделать дешевле и не намного хуже, ну, серьёзно, он классный. Хотя, ладно, я Dyson не юзал, но по всем обзорам, которые я смотрел перед покупкой, реально было хорошо всё с этим пыликом. Здесь такая прикольная щётка, мягкая, жёсткая, мягкая, огромный просто валик. И когда ты пылесосишь, он прям помогает тебе пылесос толкать, у него свой, естественно, привод, вот здесь есть контакты. И огромная-огромная щётка, то есть, ну, хорошо всё пылесосит, всё с этим нормально. Бывает, может, хорошенько бутснуть какой-то крупный предмет достаточно, ну, так он отлетит. Из минусов, что я отметил сразу для себя, нет, мать его, подсветки. Ну, блин, Пайпа, я такой свечу и вижу каждую мусоринку, я вижу, где мне нужно пропылесосить. Даже мозг не нужно включать, а здесь ты как бы должен понять, где ты уже проелозил один раз, а где нет. С одной стороны, да, вот этот перфекционизм, он нахер не нужен в этой уборке, серьёзно, там, выпылесосить каждую мусоринку, каждый волосок. Но с другой стороны, блин, я так привык к подсветке, и почему они хотя бы здесь каких-то два диодика не бахнули, я не знаю. Но этого реально не хватает, хотя на Dyson, по-моему, тоже нет. Опять же, в комплекте здесь такая щётка, такая, туда-сюда. Это, видимо, маленькая такая мебельная щётка, тоже, кстати, со своим приводом, то есть вот эта щётка крутится. Вот, ну, вот это основное, я её вроде бы пока, то, что я пользовался, ну, было реально норм, вот серьёзно. Волосы, вот, вот, кстати, волосы, да, на Пайпа тоже на щётку постоянно наматываются волосы, нужно её снимать, чищать. Здесь она как-то все эти волосы вроде бы накручивает на себя, но дальше их пропускает. Все волосы остаются вот здесь. Тоже как-то я заметил это, что там щётку эту после каждого нужно чистить. А здесь, мне кажется, её чистить после каждой пылесосушки не нужно. Так, ну и это вот, шо, алюминиевая, короче, красивый белый пылесос. Мне реально, я вообще не жалею, мне пока на данный момент очень... А, из минусов, ребята, ещё кнопку, мать его, нужно зажимать. Зажимать и держать, это капец как неудобно, но мне пока ещё очень неудобно. Короче, ребят, погнали. А вот, кстати, разъём, да, где тоже можно подключить на зарядку. А вот разъёмы, когда вы вешаете на вот ту платформу. Кстати, вот она платформа, то есть вы типа подошли такой... Тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно, спокойно. Вы подошли так раз, и всё. Может быть, я постарел, что мне так интересны пылесосы, ребят, но мне в натуре интересно. И я оцениваю качество и комфорт, которые он дарит. Короче, всё, погнали, что-нибудь им по пылесосам. Посмотрим, что он соберёт, вместе с вами поелозим. И в процессе ещё пару слов о удобстве. Так, ребятки, чуть-чуть лайф-формата. Вот он, пайпа пылесоса, о котором я вам говорил, который с подсветочкой, все дела. Смотрите, я его беру в руку вот так, да, и типа погнал убирать. Смотрите на подсветочку, ребят, здесь, кстати, только два режима. Вы поняли? То есть она реально подсвечивает любую грязючку, её видно. И второй режим. Так, сейчас вот так. И второй. Я только на втором пылесосу, хватает, ну, на минут 15. Здесь нету никакого третьего режима. Вот такой пылесос, вот я его, видите, как держу. И здесь просто кнопочка нажимается. Здесь же, ребята, вы поняли? Смотрите, первое. Мне не очень удобно пока с этой ручкой. То есть вот мне как-то вот эта верхуха давит вот сюда на руку. Я не знаю, привыкну я к этому, не привыкну. Но вот как-то, знаете, в руке массивнее всё-таки такой какой-то пистолет. Хотя и бак здесь, наверное, побольше. Потому что, ну, хрен его знает. Почему? Ну, потому что... Вот, ну, чуть-чуть честно. Вот я вам откровенно говорю, мне с непривычки рукой здесь не особо удобно держать. Вот реально немножко как бы он давит мне, да, своим свободным весом на руку. Но толкать проще, потому что вот эта фигня, она подгребает. Опять же, здесь кнопку нужно держать постоянно. Смотрите, оп, сейчас запустится. В смысле? А что случилось? А вот. А что это было, я не знаю. То есть, смотрите, он прям сам едет, да. То есть, ну, достаточно легко его здесь. Может быть, к этому я привыкну. Смотрите, подсветки нет. Совершенно никакой нет подсветки. Ну, не знаю, ребят. Чисто, наверное, дело привычки. Смотрите, здесь уже мусор какой-то. Господи, я только подошел, короче, сюда. Я в этой комнате пылесосил вчера. Давайте я сейчас так быстренько чуть-чуть поеложу. Просто, а? Ай-яй-яй. Опасный, опасный парень. То есть, он, конечно, тоже с проводами. Нужно немножечко аккуратнее, потому что эта щетка, она реально достаточно мощная, да. То есть, она может тоже попробовать. О, вот она пылюка, смотрите. На стуле прям прилипла. Вот здесь под стулом я сижу очень много пылюки постоянно. Хотя я здесь вчера пылесосил этим же пылесосом. Я думаю, что она еще собралась за этот день. Так, здесь еще. Ну, ребятки, смотрите, пылюка насобиралась, да. И вы видите, она хранится вот в этом месте. То есть, до вот этого фильтра, сейчас я подержу ногами, фактически долетает только что-то очень-очень-очень-очень мелкое. Это очень хорошо, поэтому этот фильтр прослужит дольше. Сейчас покажу, как она на пайпе, и вы поймете, о чем речь. Смотрите, ребят, я вот сейчас, эть, отсоединяю бачок. Блин, одной рукой неудобно совершенно. Вот, отсоединил бачок, смотрите. И показываю вам, вот он этот фильтр. И, собственно, ну, вы понимаете, да, каким образом он выглядит. На него все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все налипает. И здесь как бы, ну, тебе нечего на самом деле здесь, ну, почистить. Нету никакого другого фильтра. Только все сразу идет в этот фильтр. В этом и минус, мне кажется. И, наверное, бак все-таки поменьше. Но этот пылесос и потяжелее. Но он как-то кажется мощнее, мне кажется. Короче, мне он по кайфу, честно, ребят. Я пользуюсь с удовольствием. Следующий товар, который я распаковал, попробовал, послушал. Я прям реально все это включал, слушал. Вот такие наушники, ребят. Я теперь их уже не буду подключать. Я вам их поближе покажу. Но именно включать не буду, потому что сразу могу четко сказать свое мнение. 15 долларов они стоят в красивой упаковке. Там внутри, я даже достану, тут еще в комплекте идет чехол к ним, понимаете. Вот прям 15 долларов ты еще кейс для наушников получаешь. Вот. На самом деле, я считаю, что сейчас эра беспроводных наушников. Серьезно. Ну, с проводом это как-то вообще не айс. AirPods must have. Ну, если хватает денег, если не хватает денег Xiaomi AirDots, тоже неплохо. Вот, смотрите. Вот такие ушки, 15 долларов. Сразу говорю по звуку. У них очень-очень мало басов. Басы не завезли. Бас колбасит сера, колбасер по постголу. Нет басов, просто букре его не завезли. Не завезли. Второй раз я тоже повторяю, я уже рассказывал. Дальше будут волосы длиннее, ребят. В общем, ребят, наушники по звуку вроде бы неплохие. Но я считаю, что за 15 до... Зачем мне вам, вот понимаете, зачем мне вам втирать какую-то дичь? За 15 баксов, ну, есть чуть-чуть получше наушники. Ну, серьезно. Кстати, ребята, насчет купона. Купон, который я вам... Купон на Алиэкспресс. Короче, вы его сейчас видите на экране. Вот он, этот купон, букреев, большими буквами. Это не какой-то супер-лакшери купон, который нигде не найти и так далее. Но я публиковал в Instagram Stories, написал о нем в сообществе. И многие его применили, у многих он сработал. У кого-то не сработал. Ну, почему нет, ребят? Если мне Алиэкспресс дали такой купон, я с вами поделюсь. Но в дальнейшем буду выбивать у них что-то еще серьезнее. Короче, что дает этот купон? 4 доллара скидки на покупки от 5 долларов. Но загвоздка в том, что он для новых покупателей, да? Это не код приглашения. То есть, это не то, что при регистрации нужно вводить. А этот купон именно нужно вносить уже на странице заказа. Но, ребят, только для новых пользователей Алиэкспресса, у которых нет в аккаунте покупок, у которых не прикреплена карта, которые вот, ну, только что зарегистрировались. Регайтесь на Алишке, выбирайте товар там за 5 баксов, да, без учета доставки. Потому что на доставку эта скидка не идет. Надо, надо, чтобы именно товар стоил там 5 долларов, потому что если товар 3 доллара доставка 2, это купон не сработает. Выбирайте товар за 5 баксов, короче, применяйте купон, покупайте товар за 1 бакс. У многих это сработало, у кого-то не сработало. Иногда не работает на телефоне, а на компьютере работает. Иногда нужно включить VPN. Но, ребят, попробуйте, почему нет? Купон на земле не валяется. А я уже понял, что вам нужны купоны для уже бывалых покупателей, да, для старичков, для стареньких покупателей на Алиэкспресс. Уже занимаюсь в процессе этого диалога с Алиэкспресс. С китайцами очень сложно договориться. Буду стараться выбивать для подписчиков что-нибудь прикольное, какие-то купоны и ими делиться с вами. Погнали дальше. Следующее, ребятки, что у нас уже здесь распаковано? Край букреев, край, не плачь. Короче, ребята, вы все знаете, что такое спиннеры. Вы все видели мои 5-миллионники, видосы с коллекциями спиннеров со всей этой фигней. Есть вещь, которая спиннеры должна превзойти. Короче, это проект на Кикстартере, да. Вот такие магнитные кольца. Я сейчас держу у себя 3 упаковки. Это 3 разных размера. Я возьму средний. Сейчас мы с вами затестим. Это тоже такая игрушка для пальцев, но это не спиннер. Это не спиннер, это такие магнитные кольца. То есть, поняли? Видите? Они все с магнитами. И это такой, получается, тоже тренажер для пальцев. Это, по-моему, это украинские ребята сделали такой проект. Они уже кучу бабла собрали на Кикстартере. Вы можете зайти посмотреть. 20 с чем-то долларов стоит вот эта игрушка. И это уже с учетом доставки в любую точку мира, по-моему, насколько я знаю. Проект реально интересный. Ребята молодцы, что что-то делают интересное. Ребята, так, во-первых, да, давайте посмотрите где-то вот здесь посреди, или может даже на весь экран, видосы, как это происходит. Я в первый раз сейчас это одел на пальцы. Вы сейчас, наверное, где-то видите видосы. Я не знаю, как это работает, получится ли у меня сделать это с первого раза. Но мне кажется, что нужно много тренить. Вот я посмотрел на видео, это кажется просто. Но вот я когда сейчас одел на пальцы... Ой-ой-ой, так, тихо, тихо, наверх. Потом сюда, вот так, оп. О-о-о, у меня уже... Слушайте, ребята, спиннер, это херня была. Для моторики пальцев он ничего не делал. Вот эта вещь, просто вот, да, знаете, ну это не четкие, это даже сложнее, чем четкие. То есть переместить вот это магнитное кольцо сюда, сюда, сюда. Потом раз, вот так. Смотрите, оп, оп, оп. Потом его можно по внешнему кругу пустить. Блин, сраный фокус смешает. А потом продавить сюда, сюда. Оп. Короче, ребят, на самом деле очень много вариантов игры с этими кольцами. Там, блин, ну короче, перейдите на Kickstarter, посмотрите. Ой, ребят, там, они много показали, что можно с ними делать. Но это очень прикольная игрушка, реально. Я так немножко сначала скептически относился, а сейчас вот буквально 2-3 минуты еложу в пальцах. И это прям, ну знаете, такой антистресс. И я просто чувствую, что если я возьму недельку, недельку, буду что-то делать недельку, или пытаться даже выполнить какие-то трюки недельку с этими кольцами, то у меня получится что-то очень прикольное. Смотрите, вот у меня, например, мизинцем, мизинцем нужно вот так, оп, протолкнуть наверх, потом, потом это кольцо... Нужна была уже помощь других рук. Или вот так, раз, раз, раз. Вам, наверное, нихрена не видно, но это безумно интересно, ребят. Не, реально забавная вещь. Прикольно, что продается в разных размерах. Замерить можно свой пальчик. Прикольно. Магнитные кольца, новая игрушка. Возможно, это станет тоже хитом. Спиннеры тоже никто не подозревал, что станут таким хитом, что разорвут весь интернет. Напишите ваше мнение в комментах, нравится вам эта игрушка или нет. Но мне кажется, что она пополезнее немножечко будет, чем спиннер, потому что, ну, реально моторика пальцев прям развивается. Я чувствую, как моторика моих пальцев развивается прямо сейчас. Следующая, ребята, посылка фирменные часы Меги. Ребята, не смарт-часы. К смарт-часам мы еще сегодня перейдем. Я не знаю, но я думаю, эй, не знаю, но я думаю, что там еще куча смарт-часов где-то. Нет, там не много, ребят, не переживайте. Видос поинтереснее, чем прошлая распаковка. Так, смотрим, что... О, так, ребята, это китайские часы явно. Супер карбоновая упаковочка, ребят. Посмотрите, как стелет. Ай-яй-яй, красивая. Часы на подушечке. Вот они сами часы. Смотрите, кстати, подушечка не сильно барыжная. Вот реально. Бывают эту подушечку подкладывают, типа, классно. А по факту она галимая. Эта подушечка реально неплохая. Так, здесь много маленьких дисплейчиков. О, работают, отлично. То есть секундомерчик есть, сброс есть. Оп, сейчас покажу. То есть все маленькие дисплейчики работают, ребят. Немножечко идет отражение, стрелочки бегают. Сейчас мы нажмем какую-нибудь кнопку, чтобы это сработало. О, погнали, погнали, погнали. Вот видите, то есть все, ребята, работает. Это не бутафория. Часы реально выглядят неплохо. Сейчас померяю на руке. Полностью вот здесь металлический. Все металл. Здесь, конечно, ремешок, ну такой, обычный силикон. Слушайте, ну часы крупные такие, реально мужские. Смотрятся очень достойно. Ничего лишнего. Черный ремешок, металл здесь у нас. Мне по кайфу, ребят. Честно, мне нравится, как они смотрятся. Они реально такие мощные, массивные мужские часы. У меня запястье, посмотрите, тоненькое какое. Вот посмотрите. А посмотрите, как с часами оно смотрится. А? Кулачин уже. Давай нормально. А то шо это? Шо, шо вот это такое? Шо это за запястье? Ну шо? Ну шо это такое? А гля, нет, ну реально, кстати, рука смотрится совсем по-другому. Здесь VIP-карточка с номером, где можно номер модели. Ну это лишний пафос. Я считаю, что это нахрен не нужно. Часы там за 20 чем-то долларов. Да, они неплохие, но вот эти карточки какие-то, блин, VIP. Ну, китайцы, вы что, серьезно, что ли? Какие китайские VIP-часы, блин? Вы что, реально? Но сама упаковка, она нормальная. Она хорошая. Мне нравится, что подушка вот эта, даже для часов, она негалимая, не вонючая какая-то, как часто бывает в часах. Так что, ребят, ссылочку смело оставлю под видео. У них, понятно, что это только одна из моделей. Можете зайти посмотреть. У них там до хрена куча всего. Следующая посылочка. А эту, кстати, этот товар я не успел затестить. Тоже 200 с чем-то баксов. Робот-пылесос, ребят, робот-пылесос. Понимаете, я вообще люблю робот-пылесосы. В особенности, если ты его там настроил, когда тебя нет дома. Ты приходишь, у тебя все чисто. Ты-то чисто бак там вытурсил, поменял. Все. Но опять же, у меня дома постоянно что-то на полу. Если дома лежат какие-то мисочки для еды персика или что-то с водой, а с водой миски. Он ее пинает, вода разливается. Он ее растирает или запутается в шторах, проводах. Что в чем-то. То есть, у меня дома это не прокатывает. Но где я буду жить уже в своей квартире, да, когда сделаю там ремонт, возможно, у меня будет робот-пылесос. Потому что я продумаю, чтобы у меня не валялось удлинителей, проводов и так далее. Будет все, где мне нужно, во всех местах. Короче, ребята, вот такой робот-пылесосец. Мы его сейчас с вами затестим. Он огромный. Пожалуйста, у него есть. Он, кстати, идет без турбо-щетки, знаете. То есть, здесь только засасывалка. И вот эти щетки. Нет именно турбо-внутренней щетки. Так, здесь он открывается вот такой крышкой. Здесь есть бак, обычный бумажный фильтр, стандартный, небольшой. Бачок, кстати, пластик очень приятный на ощупь. Здесь, походу, есть функция Wi-Fi, где он будет строить координаты вашей квартиры. Это полная дичь. Не ведитесь, кстати, никогда на это, когда покупаете робот-пылесос. Вообще, в роботе-пылесосе важно, ну вот, не знаю, работа по какому-то таймеру, по времени, да. Удобно настроить, когда ты на работе, он херачит, правильно? Потому что ты только должен работать. Хайум тоже работает. Вот. Потом важна мощность. Ну, там, сколько у него аккумулятора, чтобы он мог побольше убрать площадь. Ну, и тишина, возможно, важна, потому что, может быть, он и дома будет использоваться, когда вы дома. Дальше. Здесь есть бачок для воды. Вот на это я тоже обычно говорю не обращать людям внимания. Это специальный бачочек, который туда ставится, где пыль и так далее. И он, типа, мыть вам полы будет. Ни хрена он мыть вам не будет. Вот серьезно, ребят, я вам не буду врать. Вот эта тряпка, но она пройдет пару квадратных метров, она будет уже такая грязная. Еще пару, еще пару, еще. Вы же не будете ее каждый раз снимать, полоскать, цеплять на пылесос, да, через каждые, там, полкомнаты. И вешать, чтобы он пылесосил. То есть, ну, блин, она как бы сделает влажную уборку. Ну, я, честно, я не считаю, что за это стоит переплачивать за такую функцию. Ну, естественно, ребят, здесь есть пульт. Вот он пульт. Здесь есть база, на которую пылесос будет сам себе приезжать, когда закончил уборку. Погнали его затестим, запустим, посмотрим, что он нам соберет там за 10-15 минут. Ну что, ребят, в домашней обстановочке. Запускаем нашего робота. Запустим его, уйдем отсюда и посмотрим. Ни хрена себе робота. А ну, давай, короче, погнал робот. Enter. Погнал, погнал, ребята, погнал. Короче, ребят, слушайте, он прям дует очень хорошо. От него прям такой поток воздуха пошел, ребят, мощный. Короче, хай он работает, хай он сканирует. Здесь не слишком грязная комната. Мы подождем, а потом придем посмотрим, что он там насобирал. Ну что, ребят, наш братан пылесосан покатался минут 10-15. Уперся в сушилку, буксовал там опять же. Ну вот, у меня в моей квартире следующей не будет сушилки. Будет сушильная машина, не будет упираться, если шо. Посмотрим, что он насобирал. Реально интересно, потому что там не особо было грязно в той комнате. Вот серьезно. Вот так здесь, ребята, открывается бачок. О, очень круто, что здесь есть дополнительная вот эта сеточка. Она тоже не дает пылюки попадать сразу прям на фильтр. Видите, там еще черненькая, а потом только фильтр. Это хорошо. Так, и смотрим, ребят. Ну что вам сказать? Ну там реально не особо было грязно. Ну там было не особо грязно. Он буквально 10 минут поездил, даже меньше. Это хорошая вещь, на самом деле. Потому что мы ходим с вами, поднимаем эту пыль ногами, постоянно этим дышим. В идеале пылесос, ну каждый день по чуть-чуть должен отрабатывать. Ну, я уже не говорю про влажную уборку. Ну, блин, ну вы поняли. Короче, на самом деле неплохо, ребят. Были пылесосы, которые справлялись хуже. И он мощный. Он, правда, громкий, но он реально мощный. Он прям... Такие звуки издаёт. Ссылка будет под видео. Следующая, ребята, посылка. Короче, а вот... О, какой-то волос персика, что ли. Главное, что я не другой женщины. Что Полина убьёт. Короче. Смарт-часы. Опять смарт-часы. Раз, два, три. Давайте посмотрим их, сравним. Смотрите, в чём прикол. Они не очень дорогие. Мне писал продавец. А ты знаешь, братан, что какие-то из этих часов у них есть функция контроля. Месячных для женщин. Нужно оказать женский пол. И будет показывать, когда у вас пойдут месячные. Контроль и беременность. Ещё чего-то. Господи. Они, ребята, придумывают столько всякой фигни. По факту, да? Или вот как они там кровеносное... Кровяное давление имеют. Кровеносное. Кровяное давление меряют часами. Я, короче, такой думаю, бля, что за бред? Реально, ребят. Вы считаете, что в это кто-то поверит? И часы купит именно из-за этой функции? Смотрим чисто визуально. О, слушайте, ребят, ну это что? Это копия, что ли, какая-то? Это копия какой-то Airpods. Ой, господи, Apple Watch. Слушайте, вот этот ремешок топчик. Вот я вам реально говорю, вот этот ремешок топчик. Даже китайский. Мне очень-очень нравился. Кстати, нужно не забыть себе заказать такой ремешок китайский. Именно ремешок огонь. Вот реально он кайфовый. Мне он больше гораздо нравится, чем спортивный. Он как бы и проветривается получше. Под ним не потеть. Слушайте, ребят, смотрите. А сдалека это прямо-таки Apple Watch. Они будут 100% разряжены. Но честно, ребят, я вам так скажу. Если вы берете про... А нет, вот они. Hello. Hello, hello. Вот. Вам, наверное, даже не видно. Оно очень тускло. То есть здесь как бы везде система одна и та же. Может быть оболочки они устанавливают разные. Но их даже вот если они были бы сейчас разряжены, я бы не включал. Потому что система та же. Управление вот этой одной кнопкой. И куча функций, как я уже вам говорил. Вот такая, да. И давление, и все, и сон мы тебе, мы тебе все померяем. Все, что ты хочешь, да. Но чисто я считаю, что такие часы нужно оценивать чисто визуально. Чисто визуально вот эти часы смотрятся реально неплохо. Вот честно. Они под закосом под Apple Watch. Здесь я думаю, что... Ага. Я хотел стыбрить рем... Подождите, не понял. Серьезно? Безопасность превыше всего. Ребят, знаете, вот в Apple часах, вот когда вот этот замочек... Я не знаю, видно вам или нет. Здесь есть такой кнопочка, ты нажимаешь и достаешь. Ребята, что здесь нужно сделать, чтобы достать? Серьезно они? Ну нельзя было сделать замочек. Ремешок этот подойдет к Apple Watch 100%. Ну вы понимаете, как складывается мое мнение о смарт-часах. Ну опять же, это не говорит о том, что они плохие. Но опять же, кому-то подойдут такие часы, кому-то они классные. Их очень много, кстати, в Bookstore, но для меня, например, это не имеет смысла. Да, то есть, ну если может нет денег, а хочется, чтобы они были похожи на Apple Watch и так далее, тому подобное, то ну может быть. А так, как бы, ребят, я бы не стал. Smart Watch, Smart Watch. Smart Watch следующие. Давайте на них тоже посмотрим поближе, что они из себя представляют. О, здесь такая же плетеночка, здесь чисто черный дисплей. Ну, здесь чуть-чуть, конечно, другой замок, более такой типа классический, да. Его нужно будет застегивать там, все такое. Чисто серебристый цвет. Включим, мне кажется, оболочка здесь будет абсолютно такая же. Но интересно посмотреть на руке, да. А вот оболочка, не, кстати, чуть другая, но еще проще. Совершенно не яркая, не суперцветная. Короче, ну максимум, я считаю, что этим часам можно доверить это измерение реально пульса. Вот серьезно, ну пульсометры там обычные, стандартные, во всех этих часах стоят. Типа там, ну реально там ничего особенного не стоит ожидать от этого пульсометра. Он не будет лучше в каких-то часах. Как они смотрятся, ребят, как вы думаете? Тоже, они неплохие, они металлические. Это не какая-то супер-супер китайская дичь. Но проблема именно в самих оболочках в этих часах, да. То есть вот сами оболочки в этих часах, они все, мягко говоря, не очень удобные даже. Да, вот они не то, что не работают, они неудобные. Вот эти переключения двумя кликами и так далее. И еще одни смарт-часы. Ну мы его поняли, ребят? Мы чисто визуально смотрим. Мы чисто визуально. Вот это уже что-то на ощущение подешевле. Потому что здесь и такая коробочка реально попроще. И кажется, что они дешевле. Хотя тоже, опять же, посмотрите. То есть ничего лишнего. Металлический корпус, просто черные часы. Здесь есть пульсометр. Обычный ремешок. Так, ага, их верх ногами держу. Пока ты их не включил, вообще смотрится классно. Чисто черный, черная книга, ребят. Черная книга. Ну а здесь дальше мы получаем вот такие китайские, да, как бы анимации. Там выбрать спорт и все такое. Эти часы обычно не спрашивают ни вес, ни рост, ни возраст. Они обычно не спрашивают ничего у вас. И готовы вам посчитать все. Ну естественно, как там определяется, типа, потребление калорий? Вес, рост, возраст и пульс. И по пульсу, типа, там, ну какие-то средние значения при беге, там, тратит человек. Опять же, супер не точно. Здесь ни вес, ни возраст, ничего не спрашивают. То есть человек, который весит 150 килограмм, да, пробежится километр, он потратит определенное количество калорий. Если я пробегусь, который там весит 60, там, с чем-то килограмм, я потрачу другое количество калорий. Эти часы, то есть они пока для всех одинаковые. Понимаете, о чем я говорю? Ну смотрится вообще огонь. Очень минималистично, просто, четенько. Мне очень нравится, как они смотрятся. А ну-ка, я вот сижу, хочу время посмотреть. Естественно, такой функции у нас здесь не будет. То есть я должен нажать, и только тогда увижу время. Вот поэтому я не особо люблю вот эти все смарт-часы. Идем дальше, ребят, перейдите до хрена интересного. 61 доллар, следующая посылка с сайта Алиэкспресс. Нурэс, кстати, ребята, это колоночка. Тронсмарт. Элементаль. Форс. Мы сильно на ней долго концентрироваться не будем, потому что у меня есть видос. Огромный просто видос, где я затестил почти все колонки Тронсмарт. Элементаль Форс. Это клевое. Это одна из топовых колонок. IPX7 у нее защита, короче. То есть Waterproof. 4D Max Bass Deep. Мы ее не будем запускать, включать. Я вам покажу ее визуально. Если хотите вообще выбрать вот колонку Тронсмарт, вот этот видос посмотрите. Там сможете выбрать. Она охеренная, эта колонка. Я ее очень долго использовал, вся возле компьютера, пока мне не пришла обычная мега. Я сейчас мегу тоже покажу. Смотрите, вот эта тема более новая, да, она такая вся современная, все дела. Вот эта мега, она постареет, но у нее нет ни защиты, ничего. И, как по мне, там, где нет вот этой влагозащиты, то звук такой более, менее глухой, что ли, да. То есть высокий, получше как-то, по качестве нереально. Вот, ребятки, за что я говорю. Ну, в целом, это тоже, зато это более универсальное. И на море, и куда угодно, ребята, вот здесь. Берете карабином себе, вешаете за поясок, погнали, или так на плечо, и вот так по улице. Мама, ама криминал. Ну, или что там модное сейчас у молодежи. Да, понятно, это я немножечко, чуть-чуть, на пару лет назад, немножечко того, это самое. Ну, вы поняли. Тронсмарт, реально клевые колонки, смело их можно брать. У них официальный магазин на Алиэкспресс. То есть вас там ничего не обманут, вам там все пришлют. И Тронсмарт, реально зачет. Вот серьезно, клевые колонки, я сам лично пользуюсь. У меня вот компьютер, у меня гиперудобно вообще вот этой темкой пользоваться. Офигенно. Следующая посылка, ребят, 23 бакса. Знаете, откуда она? С Алиэкспресса. Бывает же такое букреев. А мы думали, у меня все посылки у тебя, блядь, с Авито. А у тебя посылка оказалась с Алиэкспресс. Бывает же такое? Бывает, ребят, бывает все в моей жизни. Это с Алиэкспресс. Вы представляете, на моем канале посылку с Алиэкспресс 23 доллара ее стоимость. Слушайте, упаковали реально нехило. Что у нас здесь, ребята? А здесь у нас светодиодный светильничек в комплекте. Все для установки уличный, мощный, светодиодный. Охренеть, обосраться, выжать глаза всем вашим воришкам, всем, кто к вам придет. Реально мощный, направленный светильник. Смотрите, приходит в очень хорошей упаковке. Ничего с ним совершенно не случится в процессе доставки, да. То есть все крепления есть. И есть еще... А, это два, это два светильника. За эти бабки два светильника, а мать его заново, да вы что? Да за такие деньги я готов. Я не знаю, я готов убить за такие деньги, ребята. Ну, нормально. Тоже продается на Алиэкспресс. Очень, кстати, аккуратно выглядит. Все ровненько, все четенько. Классно, классно, ребят, классно. 51 доллар, ребят, очень редко приходит в такой красивой оранжевой упаковке посылки. Обычно все желтые, да белые, да черные, да серые. А здесь, ребятки, за 50 баксов оранжевая красивая упаковка. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Внутри коробка, все хорошо запаковано. Есть пупырочка. Что-то я сегодня прям в ударе раскидываю все, что только можно по всем сторонам мира. Так, во-первых, автолайтс. Целый конверт, ребят. Я знаю, что в Китае на самом деле много всякой фигни заказывают для машин. Посмотрите, продавец очень красиво добавил открытку с конвертом. Ну, тоже, тоже приятно, тоже хорошо. Почему нет? И здесь, ребят, за 50 баксов две противотуманки фирмы Royaline. Royaline. Две противотуманные фары для машины. Очень неплохо запакованные. Прикольно выглядят, посмотрите. Тупо тут такое именно гнездо. Какое гнездо, господи, Букреев? Что у тебя в голове, братан? Успокойся, хватит. Не надо было пить перед видео. Короче, две противотуманки, 50 долларов. Посмотрите, как они упакованы. Хорошо, да? То есть внутри все огненно. Плюс сверху идет еще вот такие пупырочки. Плюс сверху еще идет картон. Плюс, странно, но не помялось во время доставки. Смотрите, даже весь конвертик сохранился целиком и полностью. Почему вообще? Огонь, огонь, ребят, нормально. Ну, а следующая посылка Smart за 300, мать его, баксов. Ребят, смартфон за 300 баков с Алиэкспресс. Посмотрите, опломбировано. Слушайте, это повезло, что его таможня еще, да, не засекла. Здесь прям китайская пломба. Что, видите, типа нигде ничего не вскрывалось. Mi Global, да? Это очень круто. Это очень, значит, крутой продавец. Вот с этой посылкой, видите, ничего совершенно не случится с смартфоном в дороге. Это реально хорошая, качественная упаковка. Ее как-нибудь теперь аккуратно так скрыть, чтобы не повредить. Потому что эта посылка заказана с помощью бесплатного посредника, ребят. Что такое бесплатный посредник, ребят? Это мой проект, который помогает ребятам, которые не умеют, не хотят, нет времени заказывать с Алиэкспресс. Или ребятам, которые хотят, чтобы их посылка попала в мое видео. Такие люди тоже есть. Мы уже больше пяти лет помогаем. У нас больше там тысяча с чем-то отзывов. Я контакты менеджера оставлю под видео, если вы живете в Украине. Бесплатный посредник. Все для вас закажем с Алиэкспресс. Не нужно будет ни про споры, ни про что не париться. Все будет отлично. О май гад был, ребята. Mi i9T. Охрененно выглядит упаковочка. 6 гигабайт оперативы, 128 встроенные. Все, что здесь написано. Кстати, вот данные по смартфону. Посмотрите, как камера здесь выдвигается. То есть это будет цельный экран. Господи. Интересно, он будет ли? Он толстый за счет того, что камера вот так выдвигается. Вообще, отличное решение. Я тоже не против. Пусть у меня будет вся панель занята экраном, да? А там камера выдвигаться. Я абсолютно не против. Ребят, комплектация. Здесь в комплекте сразу идет кейс. К смартфону. Это очень клево. Здесь идут бумажки. Идет вот эта скрепочка для вскрытия. То есть все окей. По комплектации очень аккуратненький конвертик. Закрываем его назад. Сам смартфон. Сейчас мы на него посмотрим поближе. Здесь в комплекте еврозарядка. И, конечно, USB Type-C. Беленькая. Все аккуратно здесь очень сложено. Все миленько. Все очень ровненько. Коробка офигенная. Эмоции хорошие. Ребят, смартфончик смотрится реально огненно. 48 мегапикселей. All-triple камера. Три камеры. Три камеры, ребят. Слушайте, он прям вообще реально очень клево смотрится. Ну, мне цвет не очень нравится. Вот этот градиент смотрится немного странновато. Даже в жизни. Честно. Я не особо врубаюсь, в чем прикол именно такого градиента. Не заляпывается, кстати, совершенно руками. Металлическая, естественно, крышка. Красная такая кнопочка. Смотрите, здесь красная кнопка включения. Давайте запустим смарт. Мне очень интересно посмотреть, как вот эта камера работает. Mi.com. Ребят, ну, первое ощущение просто охрененное. Лоток у нас находится снизу. Тоже необычное расположение. Type-C. Все. А, нет, есть 3.5 разъем. Отлично. Наушники можно такие-такие подставлять, слушать. Все супер. Да, экран реально, ребята, посмотрите. Экран заполняет весь смартфон. Это смотрится охренительно. Реально, ребята, ощущение. Вот я запускаю смарт. У меня очень клевое ощущение. Прям экран, он тебя поглощает. Экран очень клево смотрится. Мне очень кайфово в него смотреть. И он реально заполняет практически всю плоскость. Ну, все равно снизу есть кнопки управления, которые выскакивают. Но, опять же, это тоже экран, да? То есть, ну, в каких-то приложениях, играх они просто скроются. И все, и у вас будет игра прямо на весь смарт. Четенько. Ну, классно же. Здесь, скорее всего, Face ID, да, какой-нибудь, потому что я, собственно, не вижу нигде сканера отпечатка пальцев. Может, он где-то здесь встроенный, но мне совершенно ничего не предлагается пока настроить. Значит, скорее всего, это будет Face ID. А подождите, а если это Face ID, вот эта камерка будет каждый раз так прыгивать и смотреть на меня? Ну, потому что какая-то степень защиты по-любому должна установлена быть в современном смартфоне. Потому что банковские карты и все остальное, ты или Touch ID платишь всегда, или Face ID платишь всегда. Но я, например, уже свою жизнь без вот этого Face ID и оплаты картой смартфоном, часами, я вообще жизнь не представляю. Это так, боже, божественно удобно. Я иду в трусах в магазин, просто в труселях, ребята, и с часами. И покупаю себе крабовые палочки. В этом нет никаких проблем в современном мире. Ты можешь это сделать. Я могу, поэтому делаю. Так, все, все установилось. Mi A Cloud, отстаньте. Дайте мне попользоваться. Все, куча разрешений. Я разрешаю тебе все, братан. Я хочу все пропустить и попробовать эту камеру. Мне очень интересно, как она будет выскакивать. Отпечаток пальца. Ребята, подождите, подсказочка где? Графический ключ, цифровой код. Хорошо, понятно. Запомните свой код, понятно. Ребята, подождите, отпечаток пальца. Он встроенный в экран. Если он встроенный в экран, это просто чума. Это просто очень удобно и круто. С учетом того, что экран занимает всю плоскость этого смартфона. Добавление отпечатка пальца. Ля-ля-ля-ля-ля. Для нормальной работы экранного сканера отпечатка пальца не используйте средства защиты экрана. Если вы считаете, что защита экрана все же необходима, выберите один из совместимых вариантов. Хорошо. Да, то есть смотрите, отпечаток пальца у нас вот здесь. Это клево на самом деле. Ну, какая-то степень защиты реально должна быть. И китайцы Face ID вряд ли сделают каким-то офигенным. Поэтому мы сканируем наш пальчик. Вот как мы берем смартфон. Это тоже неплохо, ребят. Если это есть, это тоже очень хорошо. Кстати, очень много спрашивает раз сканирование. Я прям всем, чем только можно. Ну, именно специально. Так, классически. По умолчанию пусть будет. Не классическая стройка. MIUI 10 завершена. Хорошо. Наконец-то пошла загрузка в приложении. Смартфон долго настраивается. Ну, как долго? Ну, 10 минут настраивается с коробочки. Пока то, пока сё. 6,3 Full HD AMOLED дисплей. 4 тысячи миллиампер часов. Ну, ребят, понятно, почему он реально ощущается охрененным. Когда ты берешь этот кирпичик в руку, он охеренный. Давно вы держали охеренный кирпичик в руке? Я вот сегодня, ребятки, держу. Вот он он. Класс. Просто рабочий стол, ребят, класс. Реально, очень классное ощущение. Запускаю камеру и хочу селфи-камеру уже разрешить. Так, смотри, окей. Режим рыбий глаз, да окей. Я хочу вот так. Опа! Хай, класс! Слушай, а закрываю? Да ты ж моя хорошая, ребят. Она так нежно высовывается. Смотрите, ребят, я вам показываю. Смотрите. Опа! А ну назад. Опа! А ну ещё раз. А здесь есть тач? Можно так рукой коснуться? Не сильно. Нет, наверное, только с кнопки. Та не могу пальцем попасть. Очень прикольно, ребят. Слушайте, ну корпус совсем не толстый. Здесь, кстати, есть, кажется, что небольшое расширение кверху. Это не особо заметно. А ну, ребят, смотрите, вот запоминайте. Нижняя грань смартфона, нижняя грань, да? И верхняя. Потолще она здесь, где камера или нет? Слушайте, ребят, ну это мне очень приятно. Это вот такое, знаете, что-то новенькое. Я давно уже такого не бачил? А какой букреев красивый. Все прыжчики позамазывала. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а сканер отпечатков пальцев? Вообще просто моменталиссимо, ребят. Смотрите, он подсказывает, куда нажимать. Я такой беру, типа... Видите, я, конечно, так криво, когда держу телефон, я не могу нажать. А нет, все, даже криво получается. Слушайте, ребят, ну быстренький тест камеры. Просто даже для интереса сфоткать на таком достаточно дорогом смартфоне. Ого, очень быстрый автофокус. И разрешить галерею. Очень четкая, охрененная фотка. Смарт охренительный, ребят. Просто охренительный смарт. Честно, я постоянно задумываюсь о том, чтобы перейти на Android, чтобы не тратить кучу бабла на iPhone. Потому что iPhone не вечный. Ну, это такое, короче, дело. Но этот смарт, вот, понимаете, у нас, у меня не техноблог, я не обзорщик, ничего. А вот чисто первые ощущения, когда ты берешь этот смартфон в руку, классные. Мне, честно, по дизайну совершенно не нравится вот эта синяя-черная. В остальном, как вот эта камера вылазит, я даже сейчас пойду по линию покажу. Очень даже прикольно. И что-то вот интересное, необычное. Конечно, ты за 2-3 дня привыкнешь, но все равно ощущения классные. И еще, ребят, по поводу цвета вот этой задней панельки. Я сейчас пришел к Полине, у нее там темно, и телевизор, и она заиграла вообще по-другому. Очень клево, она там начала переливать, отражаться. То есть при ярком свете, ну, не особо черный и синий. А вот каких-то с разных сторон, когда что-то светит, смотрится прикольно. Я в восторге, честно. Я вот реально в восторге от этого смартфона. Вот первое впечатление класс. Вот ты его берешь в руки, блин, думаешь, прикольно, реально прикольно. Следующая посылка, ребятки, 70 долларов с сайта Алиэкспресс. Давайте посмотрим, что у нас. Слушайте, хорошо, ребят, хорошо продавец запаковал. Смотрите, прямо все очень хорошо. Мини One. Ребята, это у нас видеорегистратор. 32 гигабайта, Night Vision, Sony, камера, ультра, и все, короче, все серьезное. G-сенсор и тому подобное и так далее. Вообще видеорегистратор тема полезная. Я, мне, слава богу, в жизни не пригодился. Даже те в ДТП, что у меня были там. Или явно я был виноват. Или я был явно виноват. У меня сейчас тачки под рукой нет, я не могу прицепить. Вообще у меня сейчас нет тачки, потому что у меня ремонт. Вот, смотрите, что у нас в комплекте. USB и питание. И в комплекте штука от прикуривателя USB. В принципе, в упаковочке все выглядит чисто визуально достаточно дешево. Дешево, да, то есть, ну, не скажешь, что так что-то крутое, но сам регистратор, есть микрофон, есть кнопочка RZ. Выглядит минималистично, простенько, очень простое крепление. Ну, ребят, я думаю, что стоит зайти в Алиэкспресс, посмотреть именно видеоотзывы. Кто-то, наверное, ставил именно в машину, смотрел, да. Но в целом продавец прислал неплохо. Все нормально, все на месте. Это самое главное. А там уже просто, ребят, выбирайте по характеристикам. Но если бы была тачка, если бы была тачка, я бы поставил его в тачку сейчас и проехался. Хотя здесь крепление одноразовое. Просто это самая штуковина, липучка. Но, в принципе, они продаются, легко их можно купить. Так что, ребят, смотрите, если что, отзывы на Алиэкспресс, ссылка под видео. Но продавец классный, пакует все классно, все приходит. Можно у него заказывать смело. 31 доллар стоимость следующей посылки. Кстати, видите, она чуть-чуть порезанная пришла изначально. То есть, ну, в принципе, не страшно. Все достаточно визуально вроде бы целенькое. Внутри вроде бы все хорошо. О, боже, ребята. Это массажер для тела. Я вот, у меня вроде стул уже, вот этот хатор, да. Кстати, ну, реально классный. Я на нем уже вот сколько сижу, полгода. Меня он устраивает полностью. Но у меня монитор низковато стоит. И, то есть, смотрите, я сижу, получается, не вот так сижу, да. Вот просто облокотился на кресле, как надо, и сижу, смотрю. А я вот так сижу. То есть, у меня шея, она как бы опущена. И мне болит шея иногда, если я долго сижу за компом. А я часто сижу долго за компом. Если Полина придет ко мне и сделает, а разомнет меня, так хорошо становится. Охренеть просто. Огромный массажер здесь. Здесь к нему питание. Здесь в подарок от продавца какие-то четкие бусы. И в машину можно, и в машину можно этот массажер. Так, давайте посмотрим чуть ближе на него. Может, это, кстати, вообще чисто в машину массаж? Потому что похоже, что такое что-то на сиди... Ага, ага. А это куда угодно. Все, ну, я только что хотел включить. Слушайте, так это можно? Можно и на шею, получается, ребят. Наверное, так это не делается. Наверное, это так не делается. Но я хочу попробовать именно вот так включить. И чтобы мне сейчас шею размяло. Это, скорее всего, чисто под поясницу, в поясничную область. Массажер. Но здесь классическая... Здесь, ребят, классический формат. Просто вот эти шарики, они будут крутиться. Но интересно реально включить. Так, сначала, ребят, вам на камеру показываю. Так, включайся. О-о-о. Ребята, как вам? О, боже. Очуметь. Так, а здесь интенсивность мы меняем. А это что у нас, интересно, за кнопка? Типа красная, типа подогрев, что ли? Красная, красный диод, видите, включается. С ним и без. А ну-ка, ребята. Сейчас я. Это не для этого, наверное, но... О-о-о, ребят... А-а-а. Ой-ой-ой. О-о-о. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ай-ой-ой. Как охеренно. Он именно там, где у меня шея устала сейчас. О, боже мой. О, боже мой. Он достаточно шумный, реально. Вот на... Ну, это вряд ли на голову, скорее всего, на поясницу. Очень крутой. Реально очень крутой. И он прям вот хорошо на шею как-то лег. И именно вот в этих местах, где у меня болит. Он мне прям размял. Я... Я только что кайфанул, ребят. Ссылку на него оставлю под видео. Реально клево. Вот первое ощущение охерительное. Следующая посылка. 10 баксов, ребятки, термометр. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Каждый термометр по 10 долларов. Это, по-моему, все тот же, по-моему, человек Олег, которого зовут. Может, он опять заказал термометры. Он заказывает постоянно много термометров. Реально много. Это... У нас уже были такие термометры. Они недорогие. У них здесь, типа, есть разные режимы. Там, как ты хочешь. Well, там, medium и так далее. Ну, просто по температуре тебе подскажет. Здесь простая конструкция. Он металлический. Прям такие же, мне кажется, у нас были. Или простая совершенно конструкция. Есть щуп, то есть, в комплекте. То есть, меряется все щупом. Здесь можно Цельси-Фаренгейт, то есть, выбрать. Нормальный 10 долларов термометр. Обычный, обычный китайский термометр. Если человек заказывает ни один, ни два раза, ни три. Может, у него уже расширяется производство. Может, он занимается каким-то производством. И постоянно заказывает. Или перепродает, возможно, эти термометры. Кто его знает. Потому что он реально их заказывает довольно часто. Ну, значит, они нормальные. Если он заказывает реально, смотрите, ребята. Раз пачка. Два пачка. Три пачка. Четыре термометра. Пойдет. Ну что, ребятки, две последних посылки на сегодня. 17 долларов наушники. Кстати, GT1. High Low. У нас были такие где-то. Блин, ребят. Хрен найду. Смотрите, это наушники-вкладыши. Они пришли по бесплатному посреднику. Наушники-вкладыши, которые по бесплатному приходят. Я в уши не засовываю. Ну, это, ну, не особо гигиенично. Но, по-моему, High Low, это были неплохие реально уши. Я их хвалил. И, может быть, человек даже после моего обзора заказал. Возможно. Ссылку оставлю под видео. По-моему, они были неплохие, кстати. А, да. Они были очень маленькие, вот эти High Low. И они были реально удобные. Я помню, что я еще потом записывал их на вот эту маленькую камеру возле компа. Сидя их слушал. Есть такие. Они где-то в Bookstore, наверное, есть, если не продались. И 8 долларов 20 центов, ребята. Еще. Это в комплект, наверное, к тем термометрам, ребята. Да, это в комплекте еще. Еще вот такие термометры по 8 долларов. Тоже, все, все то же самое. В принципе, щуп, термометры, все. Зачем ему столько термометров? Он очень много их заказывает. Посмотрите вот на этот термометр. Этот человек реально, он, мне кажется, за всю историю заказал их 200 штук. Здесь есть подставочка, можно аккуратно где-то подставить. Ну и, в принципе, все, да. Это весь комплект. Тут, опять же, тоже раз, два, три, четыре. Четыре таких термометра. Ребята, как вы думаете, чем занимается этот человек? Вот что он делает? Зачем ему столько термометров? Ну что, ребят, на этом все. Закончилась наша огромная распаковка. На превьюхе вы, возможно, видели огромные еще две коробки. Это пришли огромные 3D принтеры. У меня сейчас 4 3D принтера фотополимерные. Два фотополимерных, два обычных. Я сейчас делаю их тесты во всю. Они все по-своему прикольные, интересные. Я просто не успеваю. Если фотополимерные не нужно там собирать, да, то есть ты его как бы поставил, все, и все равно долго. Этот еще нужно принтер собрать, господи, боже мой. Мне страшно, мне реально страшно. Ну а эти видосики будут чуть позже. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поддержите Букреева лайков. Давайте, ребят, вместе попробуем набрать 12 тысяч лайков. Я вас очень прошу. И я вам реально благодарен, что вы досмотрели это видео до конца. Участвуйте в розыгрыше. Впереди еще много видосиков. Поздравляю вас уже с наступающим Новым Годом. Эх, ребят, я рад, что вы сейчас со мной. Я реально рад. Подписывайтесь в Инстаграм. Там мы общаемся, отвечаем на вопросики. Ну, короче, все как всегда. До новых встреч. Подписывайтесь на все. А, секретное слово, если вы досмотрели это видео до конца. Ты самый крутой подписчик. Уже выдержал этот балдеж пиздец в течение часа или сколько там уже. Пиши в комментариях Букреев побритая креветка. Букреев побритая креветка. Никто ни хрена не будет понимать вокруг, что вообще происходит. А ты и я и все избранные, кто досмотрели видео до конца, поймут это. И, ну, если ты мне это где-то напишешь, мне тоже будет приятно. Я увижу и подумаю, ай, ты крутой зритель. Ты смотришь видосы до конца. Спасибо тебе еще раз большое. Подписывайся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok